Самое элементарное на полу. Растянитесь, руки поднимите вверх, ляжьте носки на себя и хорошо потяните спину. Вы почувствуете, как у вас сразу будет облегчение. Межпозвонковые диски, когда они растягиваются, а растяжение мышц, я вам сейчас расскажу, как происходит, тогда там идет баланс. Да, мы с вами вот это будем делать. Скоро все. Это вам перспектива такая. Тогда давление, которое внутри дисков, оно расширяет межпозвонковый диск и оно, конечно, отталкивает тела друг от друга, тела позвонковых. Ну а теперь, как бы в завершении нашей с вами лекции, я хочу вам показать несколько движений, которые мы будем с вами вместе делать. Я хочу вам еще сказать, что еще нужно при лечении остеохондроза. Это обязательно следить за своим водным балансом и то, что мы с вами кушаем. Завтра я буду вам рассказывать, как нужно пить воду и что, для того, чтобы наполнить межпозвонковые диски водой. Это очень важно. И буду дальше вам в лекциях рассказывать, какие продукты нужно кушать и какие нет, для того, чтобы сохранить здоровье, чтобы не вредить, не усугублять уже начавшие процессы, даже если они у вас есть. Ну а теперь давайте приготовимся. Сели мы все ровненько, расслабились. Те упражнения, которые я вам покажу, они будут, мы каждый день будем показывать. Завтра я вам покажу уже лечебные упражнения при грыжах и других заболеваниях, начиная от шейного, грудного и поясничного. Что нужно делать? Такие упражнения называются самомануальной терапией. Они очень важны, если у вас есть проблемы с позвоночником. А сейчас я вам покажу те упражнения, которые должны делать все. То есть, если у вас грыжа, вы будете очень осторожны. Если грыжи нет, можете за мной повторять. А завтра я вам покажу, которые нужно упражнения при грыже и других болезнях позвоночника. Значит, первое упражнение, которое вы все должны делать, это то, что вообще разминка, да? Кто сделает из вас утреннюю гимнастику? Только честно. Ну, сколько времени вы ее делаете? Полчаса. Кто больше? 20-25 минут, да? Вообще-то, если у вас есть хоть какая-то малейшая проблема с позвоночником, нужно это время увеличить хотя бы до 40 минут, но лучше всего часа. Я думаю, что в течение дня мы можем выкроить час времени, чтобы сделать упражнение. Кто из вас смотрит какой-нибудь сериал? Поднимите руку. Ну, хорошо. Кто из вас смотрит час дома телевизор? Смотрите час. Пожалуйста, включите телевизор и ложитесь на коврик, делайте свои упражнения. Я думаю, вам это совместить можно. Да? Да, приятное и полезное. Вам будете развлекаться, что там говорят по телевизору, и в это время будете делать физкультуру, и вам не так будет грустно и скучно, что вы делаете это одна. Лучше, конечно, с кем-нибудь скомпоноваться, но если уж так, то с телевизором можно спокойно совместить делание любых упражнений. Ну, для начала мы делаем обыкновенную разминку, которую вы делали в школе, да? Вот руки, ноги. Начнем с головы. Сначала вы берете, становитесь ровненько, или сидите, может даже сидя на работе. Вы сводите вместе лопатки, и таким образом задерживаетесь на несколько минут, даже можно одну секунду. Сколько можете? Можете там 10 секунд, 15? У вас должно быть легкое покалывание и сжение между лопатками. Почувствовали сжение? Сводите лопатки до тех пор, пока вы не почувствовали сжение. Здесь один секрет. Эти упражнения можно делать быстро и можно делать медленно. Если вы будете делать их медленно, ваши мышцы будут расслабляться. Запишите это себе. При медленном исполнении упражнений ваши мышцы расслабляются и растягиваются. Нам с вами после трудового дня нужно накачивать мышцы или расслаблять? Расслаблять. Поэтому мы с вами будем делать упражнения медленно. Очень медленно и очень как бы до болевых ощущений. То есть вы сделали это и задержались, чтобы у вас начало между лопатками сжечь. И таких упражнений вы делаете 30. Ого! Сразу все подняли руки, что делают упражнения. Это вы кого обманываете? Себя, да? Хорошо. Вот вы сделали, да? Вот таких 30 упражнений. Потом можно делать обратное. Как бы свернуться. Как бы обнять себя. Книжечку такую свернуть. И опять же вы должны делать для того, чтобы почувствовали, как ваши мышцы тянутся. И у вас прям все-все тянется. И снова их не меньше 30. Запомнили? Записывайте себе. Сначала вы лопаточки свели, потом себя обняли. Теперь мы приступаем к нашему самому язвимому месту. Это шея, да? Которая чаще всего у нас не поворачивается, как должно. Вы делаете несколько таких упражнений. Вы ставите ручечку себе чуть выше, ну на ушко и чуть выше. И вы пытаетесь наклонить свою голову к плечу. А рука в это время сопротивляется. И вы как бы такой, вы головой давите на руку, а рука давит на голову. И такое напряжение. Эта мышца у вас должна очень сильно напрягаться. Почувствовали? Посидите несколько секунд, вы почувствуете жжение. Чувствуете? В другой мышце. Если вы, боль начинается, да? Вот таких упражнений, это силовые упражнения для укрепления мышц. Потом в другую сторону делаем то же самое. Вы наклоняете голову одной рукой, одной. Одной рукой давите. Давите сильно-сильно головой, а рукой обратно отталкиваете. Ваши мышцы шейные будут напрягаться. Таким образом укрепляться шейные мышцы. Потом руку ставим на лобик. Опять рукой толкаете лоб назад, а головой стараетесь. И вы должны удержать ее прямо, чтобы у вас сопротивление было одинаковое. То есть вы напрягаетесь и то, и то, чтобы голова вверх там не падала вниз или не запрокидывалась. Вот так напрягли, у вас прям вот эти вот все мышцы должны почувствовать, сухожилие натянуться. Потом точно так же вы делаете это, можно двумя руками, можно одной рукой. Вы делаете то же самое с затылком. Давите. Давите, давите. Ручки-распенки, локотки. Вот так. Делаете давление. Почувствовали, как все там нагревается? Мы только сделали один раз. И вы уже чувствуете, как тепло расходится по вашей спине. Чувствуете, как идет тепло. Следующее упражнение это... А? Ну я же вам сказала сколько раз. Можно, если вас пугает слово 30, вообще-то, экведиалу дойти до 50. Это чтобы вас, ну, если вы хотите не просто себя обмануть, что я сделала зарядку, и там три раза махнул туда-сюда, я сделала зарядку. Если вы в самом деле хотите, чтобы это принесло вам пользу, делайте столько. Ну, сейчас я вам покажу дальше, но хочу вам еще раз сказать. Весной у нас в Геническе был лагерь здоровья. И в Севастополе приехали две женщины. И вот они там ходили отдельно. Потом я вам рассказала лекцию о физических упражнениях. И вот одна из них подходит и говорит, пожалуйста, посмотрите меня. Я говорю, я не могу. У меня с утра до вечера, все, у меня забито время, только ночью. Она говорит, у меня настолько уже восьмой день болит голова и не проходит. И говорит, помогите мне. Говорит, посмотрите, что у меня там зажато, что у меня голова. Я говорю, я в самом деле не могу это сделать, но я вам посоветую одно упражнение. Если вы их сделаете, только честно сделайте. Придете мне потом рассказывать. Я ей рассказала эти упражнения, сейчас я дальше покажу. Она честно их сделала по 30 раз. И за 8 дней эта женщина впервые пришла через несколько часов без головной боли. Казалось бы, это очень просто. И не надо никаких пилюлей. Просто чуть-чуть поработает над собой. Следующее упражнение, которое мы будем делать. Это упражнение делается очень медленно. Наклоняем голову вправо, шею растягиваем до боли. Тянем ее, тянем, пока у вас не начинает все болеть. Постарайтесь ее ложить на плечо. Если не ложится на плечо, должны почувствовать такую растяжку. И прям боль в лопатке. Как она в шее натягивается. В лопатке жжет. Если жжет, значит молодцы. Тяните до такой степени, сколько вы можете. Теперь в другую сторону. Упражнение делаем медленно, плавно, без никаких резких рывков. Таким образом мы расслабляем свои мышцы. Еще тяните, тяните, тяните. Еще тяните. Молодцы. Опять же, 30 раз в одну сторону, 30 раз в другую. Пока вы это сделаете, точно весь сериал посмотрите. Может даже два. Следующее упражнение, которое мы будем делать, мы будем поворачивать голову. Опять же, правило. Медленно, без рывков. Вот такие движения не делайте. Делаем медленно. Поворачиваем голову вправо. Старайтесь посмотреть, что у вас там за спиной. Можете рассмотреть. Потом поворачиваем голову влево. Делаем это медленно. Поворачиваем голову влево. Повернули? Хорошо. Снова 30 раз. Туда и обратно. И дальше мы делаем с вами такое движение. Постараемся подбородком достать еремовые яминки до груди. Мы тянемся как густочка, так вперед шейкой. И потом стараемся дотянуться. Смотрите, как у нас растягивается наша шейка. И опять замерзнет. Тяните, тяните до тех пор, пока не почувствуете жжение. Легкое жжение или в лопатках, или где-то мышцы вас будут жжать. Сложные упражнения? Нет? Я вам не открыла амельку. Может быть только то, что их нужно делать много и медленно. Если вы эти же упражнения будете делать быстро. Еще одно правило. Вот это правило вы сейчас запишите. Будете делать быстро, вы будете накачивать мышцы и не расслабите их. Все вот эти движения мы делаем на выдохе. То есть, например, вдох и поворот. И делаем такой медленный, глубокий выдох. Вот смотрите. Вдох и пошли поворачивать на выдохе. Это будет приблизительно где-то 10 секунд у вас будет выдох. Опять вдох и поворачиваем на другую сторону на выдохе. Почему на выдохе? Потому что на выдохе растягиваются мышцы. Большое вам спасибо. Если вы это все сделаете, вы утешите меня, потому что не напрасно я здесь стою. И вы облегчите свое состояние. Завтра я вам покажу упражнение, которое будет специально самомануальная терапия. Которое мы будем снимать болевые синдромы, при грыжах и даже осложненных остеохондрозах. При сколиозах, которые можно будет все эти упражнения делать. Это называется самомануальная терапия. Ну и конечно, это я вам только шейные показала. Те упражнения, которые для груди. Помните, как в школе мы делали? Сладить лопатки, круговые движения. То есть все суставы у вас должны вращаться. Если вам интересны эти комплексы, мы дальше будем предлагать вам, что мы будем с вами делать все эти комплексы, чтобы вы здесь, может, вместе с нами делали эти комплексы. Чтобы хотя бы вошли вот в этот ритм, чтобы дома делать. Это очень легкие упражнения. Вспоминайте, какие можно. Все, что может крутиться, пусть оно у вас крутится. Если вам больно, делайте не с такой амплитудой, но все равно делайте. Невзирая на боль, вы должны делать. Только одно условие. Никогда не делайте резких движений. То есть резкие повороты, резкие махи, рывки. Это опасно. Если вы будете делать это все плавно, без рывков, никакой опасности не будет. То есть не навредите себя, только помогите. Я желаю вам здоровья. Спасибо вам большое за внимание. Приходите завтра. У нас будет лекция о грыже позвоночника, лечении и самомануальной терапии, которую мы будем вам показывать. И рассказывать причины болезни и еще дальше раскрывать. Сегодня вы узнали, какие первые причины. Это перенапряжение, это недостаток движения, это неудобные позы, неправильная осанка, неправильное питание и еще, которые вы запомнили для себя. Будьте здоровы. Мы ждем вас завтра в это же время.